Оценить риск ожирения у любого человека предлагают новосибирские ученые. Они разработали специальную диагностическую панель. Она состоит почти из 100 показателей лишнего веса. С ее помощью биологи могут обнаружить неполадки в генах, которые отвечают за предрасположенность к полноте. Сколько участков ДНК должно сломаться, чтобы у человека появился лишний вес, разбиралась Анна Братушкина. Новосибирские ученые разрабатывают особую диагностическую панель. В ней почти 100 маркеров разных участков ДНК человека. Они помогают выявить склонность к лишнему весу. Биологи отмечают, чтобы человек стал действительно полным, недостаточно всего одной мутации. А вот если сломаются сразу 10-15 разных участков, риск ожирения в разы выше. Когда мы видим высокий генетический риск, там будут две когорты людей. Будут люди с избыточной массой тела и с нормальной массой тела. То есть избыточная масса тела – это те, кто имеет высокий генетический риск и ничего не делает для того, чтобы как-то его снизить. И те люди, которые, несмотря на высокий генетический риск, предпринимают какие-то усилия, занимаются фитнесом. Часто ожирение вызывают мутации генов, которые отвечают за чувство насыщения. Человеку с такой неполадкой ДНК предлагают уходить из-за стола немного голодным. Скорее всего, через 30-40 минут он почувствует сытость. А пациенту с поломкой генопереносчика жиров рекомендуют особую диету без вредной жирной пищи. Вложение каждой конкретной мутации разное. Есть мутации, которые приводят к достаточно серьезному клиническому сдвигу показателей. Есть мутации, которые приводят к сдвигу только на фоне определенных факторов окружающей среды, например, на фоне курения. Исследователи предупреждают, пока такая генетика больше развлекательная, чем настоящий медицинский продукт. Заключения, сделанные на основе всех анализов, пока субъективные. И настоящий медицинский рецепт выписать пока невозможно. В свою панель ученые планируют дорабатывать и добавлять туда новые гены показателя ожирения. Так, индивидуальный анализ каждого человека будет гораздо точнее. Однако, когда такой метод диагностики ожирения появится во всех клиниках, генетики пока не загадывают. Анна Братушкина и Денис Савинский, Новосибирские новости.